Здравствуйте, друзья мои! Три года я пытаюсь продвинуть одну мысль. Тонкости, нюансы и правильность самоисцеления зависит от того человека, кто им занимается. То есть человек, который занимается своим самоисцелением, он должен быть абсолютно таким же, как я. Понимаете? Альтернативы нет. Проходят месяцы, проходят годы, и ты начинаешь понимать, что есть еще чему учиться. А я работаю только над этим. Моя жизнь и жизнь Насти подчинена физическому и духовному росту. То же самое мы пытаемся продуцировать, продвигать на своем канале. Поэтому невозможно выделить какой-то отдельный нюанс из общего учения об индивидуальном самоисцелении, когда мне задают какой-то определенный вопрос, неважно какой. Конечно, на него можно ответить, но он это ничего не даст. Тысячи и тысячи вопросов приходят, когда ты начинаешь что-то делать. И в контексте с этим я привожу вам пример с прополисом. Да, много лет тому назад я начинал, пытался работать с прополисом, что-то делать, оно ничего не давало абсолютно. Я не понимал сути прополиса. А ведь суть прополиса заключается вот в чем. С моей точки зрения более высокоразвитая, так сказать, цивилизация пчел использует прополис, то, что они создают. Они собирают смолу с деревьев, да, определенные какие-то компоненты. И, соответственно, обрабатывая ферментами своими, да, создают великий-великий антибиотик. И вот прошло уже 32 года, с момента того, как я начал вообще-то заниматься, да, вопросами, ну, целительства, будем так говорить, да, и разбираться во всем этих вопросах. И только через 32 года я ощутил, как правильно, да, как верно получается только тогда, когда ты приходишь именно готовыми своими уже с платформой, со знаниями, к принятию того или иного препарата. Потому что человек, у которого, предположим, какая-то проблема, если он начнет принимать только прополис, это ничего не даст. Но когда оно в созвездии с совершенно другими какими-то компонентами, с тем же синглетным кислородом, с тем же болиголовом, с тем же это самое, оно дает какой-то достаточно сильный, как я считаю, на данный момент. И я иногда даже шокирован от того, какой он результат дает. Ничего не получится, никто вам не даст совета. Никто. Просто, наверное, Господь Бог хочет, чтобы вы сами разобрались в самом себе, в своем духовном росте, в своем эмоциональном состоянии, в своем умственном состоянии, со своим физическим телом. Альтернативы нету. Можно было бы, не знаю, расстрелять меня, но все равно результата это не даст. Кто-то считает себя умным, кто-то считает себя глупым, но я считаю вот что, только опыт, только постоянная работа может дать какой-то определенный результат, а иначе быть не может. Я не агитирую за свои занятия, я не агитирую за свою антипаразитарную теорию. Есть много интересного в интернете. Занимайтесь сами. Занимайтесь, решайте вопросы. Но поймите меня правильно, результат вы сможете получить только тогда, когда пройдете все те круги. Хочется сказать ада, но и видимо где-то так. Потому что только через воспалительные процессы можно избавиться от микроорганизмов. Выздоравливайте, думайте, и тогда у вас точно все получится. На сегодня все. Продолжение следует...